Приветствую всех любителей файтингов! С вами Анинзука и в этом видео мы посмотрим на боссов в игре King of Fighters 14 в режиме Versus. Итак, ребята, эти боссы стали играбельными после того, как я прошел режим сюжетки. Как я говорил вам, я не буду в основном какие-то прохождения еще по этой игре записывать, потому что это, ну, то есть, интересная единица. Но, все-таки, боссов я решил вам показать, потому что всех персонажей мы вам показали на нашем стриме на лайв-канале, где мы играли с англичанином в онлайне, да? Вот, если что, ссылочка вы где-то найдете на этот стрим, если кому интересно геймплей за всех персонажей посмотреть, да? Аркаду мы прошли вот за этих трех персонажей. Вот, я думал проходить за всех остальных, но довольно плохо посмотрели первый ролик, и, я думаю, не стоит с этим связаться, потому что, ну, не для кого это дело снимать. Но, поскольку у нас открылись два персонажа, которые были боссами неиграбельными, это вот у нас Антонов, да, и Верс. Это два босса сюжетной аркады, то сегодня я запишу за них небольшие геймплейчики. Надеюсь, кому-то это будет интересно, и вы поддержите это дело лайками. Так, ну что ж, давайте начнем с Антонова. И, кстати, я, ребят, поставил сложность игры повыше, потому что на трешечке это средняя сложность. Персонажи очень слабо дерутся против вас, хотелось бы, да, немножко какого-то челленджа. Так что я немножко усложнил задачу. Итак, давайте возьмем Антонова. Так, ну, скин обычный поставим. Ага, тут предлагают хэндикап, не будем мы ничего делать. Так, ну и давайте попробуем босс поставить. Хотя, наверное, сейчас будет с ним сложновато драться. Ну, увидим, короче. Возможно, в режиме аркада там у него что-нибудь увеличена сложность, еще что-то. Также у нас, ребята, открылась одна карта. Она называется Destroyed Arena. Вот, Destroyed Arena. То есть это карта последнего босса, Верса. Давайте заодно на ней сыграем. Ну, в принципе, вы могли ее видеть в прохождении аркады, да, в прохождении сюжетки, сюжетного режима. Вот, но до этого в остальных режимах она была у нас неиграбельна, эта карта. Кстати, Антонов довольно слабый в качестве босса оказался у нас. Но, возможно, играть за него будет прикольно, да? Верс, кстати, довольно сильно себя показал. Вот такие вот приемчики у нас есть. Ой! Воу-воу-воу-воу-воу! Кстати, режим 1 на 1, мы вам вообще еще не показывал. Мы всегда играли только в командном режиме. Отлично! Затащили. Сложность пока не сильно ощущается. То есть он дерется слабее, чем когда он был боссом против нас, компьютером. Ох ты, телепортацию применил. Иди сюда, иди к папке. О! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Воу-воу-воу-воу-воу! Так, что-то он начал жестить. Бросок и мы сделаем. Воу! Подловил нас. Воу! Попался. Два похожих приема, в зависимости от кнопки нажатия. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! На тебе, блин! Так, я хотел усилиться, а что-то не хватает, да? Так, э-э-э! О, сам подлетел к нему! Ой, 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 ой! Чихо-чихо-чихо! Ой! Так, он завалил меня, сволочь такая! Ну ладно! Попался, игрокер 2 победил! Финалый раунд! Ребят, поехали! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Иди туда! О! Что-то он жестить, ребят, начал! Эх, жалко, я не смог ему что-то еще после этого сделать! Ух ты, черт! Шкалу используем! О-о-о, нет! Нифига себе! Все-таки он нас задолбил! Офигеть! Так, ну это что-то как-то это самое! Мне это не нравится! Так, давай play a game! Я хочу ваш реванш! Не для этого я тут это самое! Чтобы проигрывать, тут видос записываю! Нужно тащить на видосах! Ух! Ты гад такой! Ну ладно! Так, все, сосредоточились! Так, у нас какой-то еще удар с прыжка вроде бы был! Что-то у меня не получается его сделать! Да что-то, что-то он все сильнее, сильнее становится! О-о-о! Най-ч-я, блин! О-о-о! Ой-ой-ой-ой! О-о-о! О-о-о! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! Фу-ху-ху-ху-ху-ху! Еле-еле, еле-еле, еле-еле! Я у него раунд вытащил, ребята! Это просто жесть какая-то что-то! Что-то тяжко стало! Это против этого, блин! Демонического шинока! О-о-о! У-у-эр, стаги! Ой-не-не-не-не-не! Блин, жалко, не достал! Попался, тварь! Нет! Хороший у него комбус с двух. Ударов есть еще, да? Все, хана ему! Отлично! Отлично! Ху-у-у! Антонов красаву затащил! Это, кстати, русский чувак, типа! Хоть он и один из главных боссов игры, он на самом деле не злодей, как бы! Это круто! Это респект японцам! Антон, надоели уже русские злодеи везде в шутерах! Просто бесит уже! Так, ладно! Теперь попробуем, да? Сыграть наоборот! Выберем другого босса, против которого мы сейчас сбились, да? Так, в общем, мы выберем теперь Версан, и давайте ему раскрасочку поменяем. Давайте он синенького сделает. Так, ну, а против нас возьмем Антонову опять-таки, да? Только тоже раскраску поменяем. Красненький бы какой-нибудь цветок. Что-таки цветок розовый, голубоват. Непонятно, почему такие оттенки. Так, ну и карту. Давайте карту тоже этого самого возьмем. Карту Антонова теперь возьмем. Хотя, в принципе, она была изначально доступна, но ладно, пускай будет. Чтобы как все это было. Логично, чтобы все было, да? Против кого деремся, того и карта. Окай. Верс, по идее, довольно сильный персонаж. Но хотя, возможно, тут все сбалансировано, и как бы то, что он был сильный, когда он в конце с ним дрались, это просто из-за того, что его бафнули там, да? Как бы, ну там, жизни прибавили. Кстати, у него есть фаерболы. Ох ты, блин. Вот такая мощная атака у него есть, правда он все заблокировал у нас. Оу! Так, давайте ему еще фаербольчик. Чтобы неповадно было к нам подходить. Ой-ой-ой-ой-ой! Кстати, у него еще есть... телепортация. То есть он становится невидимым. И потом он может в другом месте оказаться. Но что-то, как-то нам это не сильно помогло. Так, стоп. Ох ты, сейчас он же нас побьет. Ладно, кое-как. Вытащили раунд. Еще мы один суперприем не посмотрели. Верс! Ну реально похоже на германическую шину. Ну сейчас раскраска другая, конечно. Вот еще какой приемчик, знаете, есть, да? Тут можно, типа, еще подскочить и начать, короче, комбить его после этого приема. Это очень круто, да? Эх, подкат, как у Вайсона, короче, в этом, в стрит-файтере. Блин, ну это прям реально как у шины котов, у него там из-под земли, по-моему. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А-а-а! Вот, смотрите, у него тоже комба, да, есть с ногами. На тебе, блин. Ну побили мы с первого раза Антонова. Все-таки этот Верс немного как будто по читерни, такое ощущение, да? А сложность у нас, получается, стояла hard. Потому что, ну, тут сколько там, пять сложностей всего. Изначально стоит трешечка, но по идее это нормал. Четверка это hard, и получается пятерка это very hard. Ну вот сейчас стояла четверка, и, в принципе, тоже особых проблем мы не испытали в бою с персонажем. Ну что ж, ребят, на этом тогда все. Если хотите больше видосов по этой игре, то нужно максимально поддерживать, ребят, видос. То есть ставить лайки, репостить ВКонтакте, в других соцсетях, показывать друзьям там какие-то файтинг-сообщества, кидайте видосы. И если будут реально просмотры, тогда мы будем что-нибудь еще по этой игре придумывать, записывать, да? Но на этом пока что игра остается, извините, к сожалению, для избранных, для единиц. И поэтому очень редко что-то будет по ней выходить на нашем канале. Но хотелось бы, конечно, больше. Ну что ж, на этом у нас все. С вами был Рашин Олензука. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч!